Илита Арксплюй Продакшн представляет И тому подобное То есть, которым, в принципе, предметы не нужны То есть, Тинкеру предметы, в принципе, не нужны Он может сначала, там, закачать себе, да Промаксить первый, второй скил И очень сильно дамажить Квапашистым уровнем тоже уже практически Можно спокойно убивать Хоть толпу Но, опять же, если удачно у вас все будет Я решил потестить Это у меня, получается, калибровочный аккаунт Тестовый Решил потестить, понимаешь, друг мой Решил потестить Пробовал здесь разных героев Я, в принципе, это показывал на стриме Пробовал пугну Кстати, за пугну тоже так неплохо получается Но у нее огромный минус Но, во-первых, пугна это не саппорт Начнем с того Но это ладно, я не к этому веду У нее огромный минус, да Что ее очень легко убивают Ее постоянно убивают Гангуют ее вечно То есть, она очень тонкая Тут пришло мне в голову поиграть за Огра Огра, это у нас саппорт Но я в этой игре не буду фулл саппортом Сразу говорю, то есть Кур, Варды я не буду покупать Если вы хотите, покупайте Я вам хочу просто показать Как набивать Ключевое слово Как набивать Hero Damage У меня в среднем Практически всегда Ну, когда нормальная игра идет Там 30 минут, 35 В среднем 18 тысяч Hero Damage На Огре Не напрягаясь вообще Сначала мы покупаем Обязательно Soul Ring Я предупреждаю своих Тиммейтов Что у меня будет Soul Ring Поэтому Курьера покупайте сами И идем в Харду Опять же Лайн можно выбрать любой Я выбираю сейчас Харду Да, потому что Для набития Hero Damage Нам Все равно Какой идти Лайн Мы на любом Лайне Сможем набивать Но Идя в Харду Мы будем мешать Формить Вражескому Кор Герою Ну Я скажу Как мы будем мешать То есть Мы увеличиваем шансы На победу Я конечно не буду показывать Вам все видео Это будет слишком долго 40 минут игру Заливать не вижу смысла Это не летсплей Покажу начало И буду какие-то моменты Показывать Так вот Что мы будем делать Мы покупаем Soul Ring И будем просто По КД кидать Второй скилл Потом первый Самое главное Делать акцент На второй скилл То есть мы его качаем Сейчас начнется игра Я кидаю И так буду по кругу Вечно-вечно кидать То есть мы уже на лайне С самого начала игры Набиваем себе Херо дамаг Через второй скилл Кидаем мы само собой Его Ну желательно В кэри Вражеского кор героя Но если это кор герой У которого есть сопротивление Например Антимаг У которого есть пастивка Пуш пассивка Или там Мипа У которого Родное сопротивление Большое магии То лучше в них не кидать Лучше там Саппортов кидать Которые рядом стоят То есть Если у героя Есть больше сопротивления Чем стандартное То лучше Не тратить на него Времени И мы будем Меньше ему урона Наносить Начинается игра Сначала я просто кидаю Нам Сейчас самое главное Нафармить Сол ринг То есть Чем быстрее мы его Нафармим Вот опять Антимаг Да Но у него еще пассивка Точно не вкачанная А Чем быстрее мы Нафармим себе Сол ринг Тем нам будет лучше Напомню Что в харде Кто может Тот фармит То есть Вы никому не обязаны Отдавать фарм Ни в коем случае Для этого Есть смысл харды Но если вы будете Стоять в соу Это будет еще лучше Вы будете Больше получать фарма Надо нафармить Нам быстрее Сол ринг И просто По кд По кругу Нажимаем Сол ринг Кидаем второй Второй скилл Потом первый Самое главное Второй прокачиваем Чтобы он очень хорошо Дамажил Там долгое время действия И так далее Так хорошо накопил я Деньги на сол ринг Но смотрите По времени По времени Это Минута сорок В принципе Неплохо Не самое быстрое время Потому что Я не фрифармил Да у меня Забирает фарм кинг Пускай мигает Ничего страшного То есть Минута сорок У нас есть соу ринг И теперь Просто по кд Кидаем Вражеского героя Наш прокач То есть Нажимаем соу ринг Кидаем второй скилл Потом первый скилл Например вот так вот Опа Опа Здесь к сожалению Только есть антимаг Да Здесь нет другого героя Но я думаю К нему придет герой В любом случае Потом будем в него кидать Пока я кидаю Антимага А Кстати да Забыл рассказать Про преимущества Самое главное преимущество Огра Это самый толстый Саппорт Он нереально жирный У нас уже на первом уровне Будет 7 единиц брони 7 единиц Нас очень тяжело убивать Если ту же пыгну Легко убивать Да То нашего героя Очень тяжело убивать Опа Опа Сразу два станчика заехали Пока братюня Но Вот вы видите Что я вам говорю Про вражеского керри Он вообще не фармит Он просто не может подойти К репам Вообще У него ноль фарма Ноль Далее мы покупаем Просто тапок Да тапок Но пока его не апгрейдим А сразу идем Блэдмейл Из-за того что мы такой Жирный герой Мы можем очень много Танковать И принимать на себя Урона Поэтому собираем Блэдмейл И будем отдавать Обратно врагу Его же урон Так Чтобы отражать урон Пока По 11 Неплохой В принципе счет Но я говорю Что огру Он очень жирный Мы будем мало Умирать Ну и когда у нас Будет хороший Хотя я уже говорю Что когда он не так Важен для Набития уровня И калибровки Так вот Собрали мы линзу Великолепный артефакт Дальше идем Аганим Обязательно У нас появляется Новый скил Дополнительный дамаг Все очень просто Собираем себе Аганим Идем Обязательно Через Пойнт Бустер И Огры Клаб Чтобы у нас было Больше здоровья Чтобы мы Больше Могли находиться В замесе Там Выживали И так далее Не забывайте Использовать на себя Третий скил Он дает нам Еще и Ускорение Например Если надо Быстрее добежать Юзаем третий скил И бежим Ну и кидаем Само собой На своих кэрри И так далее На всех союзников Кидаем Все собрал Яганим Мы в принципе Уже победили В этой игре Не забывайте Что еще раз говорю Он дает нам Новый скил И самая главная Особенность этого скилла Здесь идет Процент От нашей маны То есть Если у нас Например Будет 1200 маны То скил Будет стоить дорого Ну примерно 600 или 800 маны Но Если у нас Будет Ноль маны Мы все равно Сможем использовать Данный скил То есть Мы всегда Его можем Использовать Даже когда У нас Ноль маны Это наш Просто великолепный Прокаст Набиваемся Хиро демэдж И выходим На топовые места Вот такая Вот в итоге Вышла Таблица 5-2-17 В принципе Довольно хорошая Статистика у нас Сейчас я покажу Вам Дота баф Но я думаю Скорее всего Инвокер выйдет На первое место У него здесь Больше и Убийств И помощи Но Инвокер Практически Всегда занимает Первые места После Зевса То есть У них наверное Зевс будет На первом месте В любом случае Это герой Который постоянно Наносит Больше всех урона У нас наверное Будет Инвокер А потом будет Огр Но мне интересно Смогу ли я Нанести в этой игре 18 тысяч урона 31 минута У нас шла Сейчас посмотрим Дота баф А вы видите Что здесь Все игры Идут на Верих Айшкил Просто все игры И где я играл Только за Огра И за Пугну Просто Ниже Верих Айшкила Не отпускает О чем говорит Что можно спокойно Играть за этих героев И у вас В любом случае Минимальный Стартовый Рейтинг Будет 3700 Верих Айшкил В любом случае Так вот Смотрите Но 31 минута Это мало Это мало То есть нам нужно было Примерно 40 минут Отыграть Тогда у нас было бы 18 тысяч Но самое главное Смотрите Что мы нанесли В любом случае Второе место В команде А я вам говорил Что это хороший показатель А первое место В любом случае У нас Инвокер Я говорю Здесь вообще Без вариантов Каким то образом Он набрал 22 тысячи Если суммировать А hero damage И over damage И второе место Вот вы видите У нас идет Огра Это 9 тысяч Плюс 1500 Но второе место Без вариантов То есть Инвокер Даже обошел Зевса Ну я говорю Что Инвокер и Зевс Это герои Которые практически Всегда занимают Первые места И я вам говорю Что Вы можете За инвокера Набивать Hero damage За клопу Набивать За тинкера За Зевса Еще раз говорю Я не рекомендую Потому что Очень много нюансов Например Даже Ходят слухи Что вот этот вот Hero damage Зевса Показывается здесь Он в реале Делится еще на 2 То есть В реале В системе Учитывается Что он нанес Не 15 тысяч Да А где-то 7500 7500 Поэтому Еще раз Я не рекомендую Набивать за Зевса Hero damage Но я показал Как играть Вам за саппорта 9100 Еще раз показываю Смотрите Вот Ни разу не опускала Просто стабильно Идет Very high skill Просто стабильно Это каунт тестовый Я просто решил проверить Как она будет Вот он результат Также еще Возможно Учитывается Но опять же Мы с вами Не можем точно знать Но мне кажется Учитывается Также и роль героя То есть Если это соло герой Типа Квопа Инвокер Да У него Одна формула А огур Это саппорт У него другая формула И по этой формуле Огур Он все равно Как-то Сильнее Выходит С таким Hero damage Чем Инвокер Который соло Я думаю Что так Система считает То есть Возможно Даже по этим Показателям Да Огур Он Как бы Занимает Первое место В команде Нежели Инвокер Потому что Огур У нас Это саппорт А инвокер Это соло Hero Соло Герой Вот такие Вот дела Задавайте Свои вопросы Ну В комментариях На ютубе Также Вы можете Добавить Меня в Вконтакте Друзья Просто Добавляйте Друзья Я всех Добавляю И Спрашивая Насчет Калибровки Скидывать Свои дота Баф Я буду Время от Времени Смотреть И давать Вам Свои Комментарии Я показал Вам Как играть За Огры В принципе Все понятно Собрали Аганим Все У нас Просто Куча Станов Также Не забывайте Что Станы Влияют На Фэнтези Пойнты Но Фэнтези Пойнты Они не так Важны Но все равно Станы Они Влияют На это Это еще Один плюс